Обсудить политическую ситуацию внутри Украины, а также споры о помощи Украине в Вашингтоне мы сможем с депутатом Верховной Рады Украины Алексеем Гончаренко, представляющим фракцию «Европейская солидарность». Алексей, приветствую. Проверил наши записи ровно почти год назад. Вы были у нас, есть о чем поговорить. Но начну с последнего. Что происходит с отношениями Залуженного и Зеленского? Западные СМИ постоянно пишут о том, что отношения просто ужасные. «Украинская правда» выпустила большой материал о том, как Зеленский перенаправил на себя некие контакты и потоки информации и так далее. Все-таки есть ли между ними раскол? Я не Зеленский и не Залуженный, поэтому здесь мы говорим об отношениях двух людей, наверное, которых надо спрашивать. Никаких публичных проявлений этого раскола у нас нет. Зеленский – верховный главнокомандующий, и он работает главнокомандующим Залуженным. Ну, то есть, публичной у нас об этом информации нет. Не публично, скажу вам честно, читал этот материал, но он вызывает у меня вопросы, потому что система в армии работает не так, что можно что-то перенаправить. Все командующие группировок, чтобы не уходить в терминологию, они докладывают Залужному каждый день. Это их обязанность. И там не может быть иначе в армии. Его невозможно обойти. Поговорим о позициях. Залуженный в интервью, как известно, икономист, заявил, что война зашла в тупик. Зеленский в ответ не считает ситуацию патовой, напомнил, что военные не должны заниматься политикой. Кличков выступил, сказал, что он на стороне Залужного, и что гражданам надо говорить неприятные вещи. Правду. Вы на чьей стороне? Кто в данной ситуации прав? В тупике? Или вы на позиции президента? Очевидно, что контрнаступление не дало тех результатов, которые мы хотели. Это очевидно. Очевидно, что сегодня Россия де-факто снова наступает. И это тоже факт, спорить с которым бессмысленно. Поэтому, в принципе, в статье The Economist Залужный ничего не сказал того, что, в общем-то, мы не знали. И говорит он о том, что с тем уровнем военной помощи, которую Украина получает сегодня, добиться освобождения украинских территорий полностью, как мы ставим перед собой задачу, мы не можем. Потому что нам необходим другой уровень вооружения. И он там перечисляет, что конкретно для того, чтобы пробить российские оборонительные линии. Мне точно бессмысленно спорить Залужно, потому что он в военном деле понимает намного больше меня. Мой месяц территориальной обороны после начала российского вторжения точно мне не позволяет с ним спорить. Скажите, с точки зрения депутата Верховной Рады, Блумберг написал, Зеленский с июня не подписывает закон о снижении возраста мобилизации, поскольку опасается политических проблем. Вы, если я правильно понимаю, представили закон о ротации, о возвращении мобилизованных после 18 месяцев, если я правильно понимаю. Это два закона, а ротация это замена подразделений. То есть что одно подразделение, они должны быть на линии фронта. У нас есть подразделения, которые по полтора года на линии фронта. Это очень тяжело. Их нужно менять. А есть законопроект о демобилизации, то есть замене военнослужащих конкретных. То есть мы же говорим о мобилизованных. Кто такие мобилизованные? Это гражданские люди, которых призвали. И, конечно, 21 месяц службы, которой они служат, это очень тяжело. И они должны понимать свой срок службы. И такого срока сегодня нет вообще. Это большая проблема, ее нужно решать. А на кого вы собираетесь ротировать? Мы постоянно видим материалы о том, что сейчас власти вынуждены привлекать рекрутинговое агентство, я так понимаю, для привлечения новых служащих в армию. Понижение возраста, очевидно, для мобилизованных. На кого вы собираетесь ротировать? Смотрите, у нас мобилизационный потенциал в Украине, это никакие, я сейчас не тайно открываю, порядка 5 миллионов человек. Мобилизовано 850 тысяч. Да, конечно, из этого потенциала какая-то часть не подлежит мобилизации. Но все-таки сказать, что если у нас из 5 миллионов мобилизовано 850 тысяч, то сказать, что и далеко не все из них хотят ротироваться. Многие готовы служить и дальше. А есть те, кто хочет. Но из 5 миллионов много тех, кто не хочет служить, давайте признаем это. Мобилизация это не про то, кто хочет или не хочет. Мобилизация это про то, что ты обязан служить. Какими могут быть последствия политические принятия, например, понижения планки возраста? Смотрите, да никаких политических... Ну как, если смотреть все только через линзу рейтинга, то, конечно, какие-то последствия будут. Но у нас война. Я скорее говорю о социальном недовольстве людей, живущих в условиях войны. Мы живем в условиях войны, и это война за существование Украины. И мы хорошо понимаем, что... Мы же видим, что Россия делает на оккупированных территориях. Она совершает геноцид против украинцев. Поэтому у нас вариантов просто нет. И рады ли люди... Действительно, все, кто хотел пойти служить, они давно это сделали добровольцами. Другие люди идут по призыву. Но люди идут и будут идти. Тем более, я думаю, что когда появится система, что ты точно знаешь, насколько ты идешь служить, это облегчит имобилизацию. Потому что представьте себе человека, который сегодня... Ему говорят, ну вот иди служить. А он задает простой вопрос. А сколько я буду служить? Год, полтора, два или бесконечно? Но ответ бесконечный никого не устроит. Это очевидно. Поэтому Украине нужно создавать систему. К сожалению, война затянулась. К сожалению, она продолжается. И мы не знаем еще, сколько она продлится. Год, два или три. Поэтому нам нужна четкая система, при которой люди меняются на линии фронта, имеют возможность отдохнуть, восстановиться. Но и без этого никак. Несколько минут назад вы сказали, что Россия продолжает... Ну, Россия... Не хочу вас неправильно процитировать. Но вы признали, что Россия успешно противостоит в этой войне. Год назад в этой студии вы мне сказали, что Украина на 50% демилитаризировала Россию и ее военный потенциал. Если это так, и если Запад показывает такую помощь, как же Россия продолжает окапываться и вести успешные боевые действия? Ну, потому что это большая страна, извините. Население России 150 миллионов человек, колоссальные природные ресурсы, колоссальный военный потенциал, оставшийся со времен Советского Союза. Россия до сих пор воюет очень многим из того, что было использовано. Кроме того, Россия привлекла тоже союзников. Россия получает снаряды из Северной Кореи, дроны из Ирана. Это того зла, она в полной мере работает. Поэтому очевидно, что Россия имеет ресурс еще и год воевать, и больше года воевать. С этим спорить бессмысленно. Но на вашей стране Украины весь Запад, Америка и Европа. Считаете ли вы, что Запад, ну я не хочу говорить намеренно, но исходя из каких-то соображений, специально не поставляет в объемах необходимых залуженному ВСУ настолько мощное вооружение, чтобы просто оттолкнуть Россию, выпихнуть ее из Украины, ну просто вот запозиционировать войну такой, как она. Ну очевидно, что они даются, вся эта борьба за каждый вид вооружения, мне кажется, на весь мир. За Леопарды год, за Патриоты год, Атакамс, ну вот только наконец-то их дали. 300-километровые Атакамс не дали до сих пор. Мы очень благодарны за всю помощь, которую мы получаем, потому что без этой помощи нам был бы конец. Поэтому я благодарен американскому народу, немецкому народу, французскому народу и так далее за всю ту помощь, которую мы получаем. Но если наша цель закончить эту войну и восстановить международное право, а это, я так понимаю, наша цель, то да, Украина должна получать больше оружия. И с тем уровнем вооружения, которое мы получаем, остановить российскую армию, мы ее остановили. Отбивать мы даже ее отбивали, но полностью выкинуть ее с территории Украины мы не можем. Говоря о помощи, год назад, вы на мой вопрос, как вы оцениваете здесь отношение к вопросу помощи Украине, говорили, ситуация хорошая, мейнстрим за Украину. Вы по-прежнему так думаете? Мейнстрим за Украину, но очевидно, что у нас есть проблемы с крайне правыми республиканцами, а так как республиканцы контролируют сегодня Нижнюю Палату, то это приводит к проблемам с прохождением пакета помощи Украине. Я очень надеюсь, как сказал новый спикер Джонсон на прошлой неделе, что он поддерживает помощь Украине. Если взять чисто в цифрах, то, конечно, там три четверти Конгресса за поддержку Украины. Но вот та часть, которая не хочет этой поддержки или ставит какие-то вопросы, она активная, и она из большинства. И поэтому сегодня этот процесс весь затянулся. Но я убежден, что в конце концов, вот даже последний был вопрос буквально на прошлой неделе, что даже из республиканцев, если взять избирателей, большая часть поддерживает предоставление Украине оружия. И я уверен, что политики в Америке поисследуют за этим призывом и логики. Но иначе все те средства, которые вложены в Украину, десятки миллиардов долларов, это все сгорит. Поэтому я уверен, что будет дальше помощь.